Так, я сейчас что-нибудь замучу. У нас слишком серьезная команда. Черток серьезный ходит, Крюховик серьезный. Он будет идти не улыбаться тебя, ты иди улыбаться. Все срываются, да? Есть такое, я хотел физио Иванова втащить просто как следует. Вот у тебя за этотник хорошая стычка намечалась. Хочется, хочется, но нельзя. Ну и Игнатьев, твой новый конкурент. Кто? Игнатьев. Влад? Дорогие друзья, это Локоликс и долгожданный гость Дмитрий Баринов. Я на самом деле говорю, абсолютно о каждом гость долгождан. Ну я так представляю, так же завелось. Но ты первый гость, который на второй раз. Да. А когда был первый? Ну господи, мы сидели на базе в зале для теории. А, ну точно. Был причем тоже одним из первых. И вот ты второй раз. Помню, вспомню. И болельщики тебя по-настоящему ждали. То есть ты понимаешь, что в команде, где есть звезды, другие, не только ты, второй раз ты. То есть это вот та значимость, которая у тебя есть и с медийной точки зрения, и для болельщиков. Ты ее ощущаешь? Ну, конечно, ощущаю и чувствую поддержку от болельщиков, к которому случилось. Очень много было сообщений и поддержки. Не только наших болельщиков, но и всего чемпионата. А какая поддержка была, не знаю, самая запоминающаяся, какое-то сообщение, какое-то событие, действие от кого-то? Ну, самое запоминающее – это от наших болельщиков, когда на стадионе матч с «Зенитом». И пожелания, когда они мне писали на листочках. И потом я пересматривал это видео, и мне было очень-очень приятно. В стране сложилось впечатление, что не играя, ты стал болельщиков любить больше. И они, когда поняли, что такое футбол без Димы, команда без Димы, стали тоже тебя любить больше. То есть как будто вот, когда друг друга нету, поняли, что к чему на самом деле. Да, я и до травмы хорошо относился к нашим болельщикам. И сейчас отношусь с уважением ко всему, что они делают, как они нас поддерживают. И как бы нету никакой разницы, что было до травмы и что стало после травмы. Хорошо, но ты сам изменился, ты стал другим? Нет. Совсем? Ничего? Нет. Но вот с нашей работой мы заметили, что ты стал другим. Ты открыт для общения. Если ты посмотришь вообще Лока Сторис и любые другие наши видео, мы можем снимать Титкова, Куликова и Лисаковича, но все равно придет Дима Баринов и сделает. Ну, понимаешь, я соскучился настолько по футболу, что я хочу быть везде. Как бы, понимаешь, когда работаешь полгода в тренажерном зале, и потом тебе там 10-15 минут появляется, которые тебе разрешают побыть на поле, я с большим удовольствием лечу туда. Да, и тем более, когда я вижу, что есть и команда занимается, и партнеры, с большим желанием лечу туда и как бы хочу быть везде. Ну вот недавно тренировка завершилась, по-моему, вся команда ждала в автобусе, а ты продолжал играть там на чеканку, да, со скулей. В текбол, в текбол, да. Но так, ну вот я очень соскучился по футболу и с нетерпением жду, когда я уже смогу выйти в 10-15 минут какой-то игре, чтобы почувствовать уверенность и вернуться на свой прежний уровень. Ты долгое время же занимался исключительно на велосипеде, крутил педали и даже попросил, чтобы поставили его ближе к полю, чтобы ты все равно чувствовал связь с командой. Да, это было так. То, что я хотел быть не один, не одному заниматься в зале, а быть рядом с командой, хоть не на поле, а рядышком, и видеть, как они тренируются, то есть как бы не заморачиваться в том, что я вот занимаюсь один в зале там, и я специально попросил, да, мне поставили велосипед, ну, не попроси, они там стоят у нас на поле, уже зал тоже есть, и вот, и когда хорошая погода была, я его прям на поле вытаскивал, крутил велосипед, и, ну, а в итоге все равно упражнение, которое мне надо было делать для ноги, я уходил вниз и там занимался уже. Матчи тяжело было смотреть? Очень тяжело. Мне, вот, первый матч, после, когда получил травму, у меня три дня было, чтобы улететь в Рим, и еще был матч с Ахмат, и когда я поднялся на трибуну, я взял племянника с собой маленького, чтобы чуть-чуть разбавить атмосферу для себя, и когда я зашел на стадион, и когда я увидел, как выходят команды, ну, врать не буду, буду честен и откровенен, то есть, ну, как бы, у меня потекли слезы. То есть, это такой неприятный период в моей жизни был, он уже позади, поэтому не хочу сейчас о грустном говорить. Ну, давайте сначала хронологически, то есть, понятно, события мы все знаем, куда-то, когда улетел, сделал операцию, вернулся, постепенно мы все выкладывали, когда ты вернулся на поле, когда ты, там, первый раз пробежался и так далее. Я помню, в перерыве, во втором тайме мы сидим в раздевалке, я тебя приобнял, у тебя пошли слезы, вот это вот такое начало, да? А следующие у тебя вот такие вот психологические падения, когда они случились, вот ты говоришь, на стадионе, и много ли их было? Честно сказать, нет. Первые, первые дни тяжелые были в плане того, то, что, как бы, я хотел как можно быстрее сделать операцию и начать восстановление уже. Когда бы, ну, когда ждешь и думаешь, что вот, побыстрее прооперироваться, и потом восстановление, это же только от тебя зависит, как ты будешь тренироваться, как ты будешь работать, и на сколько времени быстрее ты восстановишься. И вот, вот эти вот, ну, недели, наверное. После операции, как бы, в Риме уже, я более так, отошел от этого и понимал то, что вот, все только от меня зависит. Я помню, ты присылал видео, и ты прям улыбался, и уже, мне кажется, сам радовался, и, ну, не знаю, прям был удивлен, что ты уже можешь нормально ходить, и заставляю сразу тебя... Да, в Риме это так, там, на следующий день после операции, тебя уже в тренажерный зал, и там работаешь, ну, первый день, там, наверное, минут 30-40, так, разминаешь просто ногу. А потом уже, я же оставался там на две недели, вот там такие двухразовые тренировки в день были. То есть первое восстановление, это у тебя очень правильное, и в плане в Риме. Но я не верю, что вот этот запал у тебя ни разу не пропал, и был на протяжении всех пяти с половиной месяцев. Нет, честно, нет. Но было еще в Риме тяжело, когда после операции, то, что один, да, знаешь, был. То есть ни семьи, никого, ни родных, ни близких, ну, то есть не было никого. Но так день он быстро пролетал, потренировался, в обед пришел, поспал чуть-чуть, поехал на вторую тренировку, поужинал, все, уже вечер. Поэтому я не как бы, я держал себя в тонусе и был всегда на видеосвязи, там, с друзьями, с семьей. Поэтому я держался. Твой физиотерапевт, реабилитолог, говорит, что пару раз срывался. Не согласен. Ну, с ней, может быть, да, срывался в плане из-за того, что, как бы, я немного не понимал, что его от меня требует в физио. Один физио делает так, другой физио делает так. Ну, вот вы можете спросить у наших испанцев, у Ивана, у Альберта. Да, они давали срок мне месяц, что я продержусь и ни разу не психану. Полгода. Я ни разу с ними не поругался. Бывают какие-то смешные моменты, там, друг на друга, что-то позлимся. Ну, обычно ты над другими, ну, да. Да, это нормально. Но он мне давал месяц, потом мне говорит, ты начнешь заниматься на поле, тебе надо будет много бегать, ты будешь на меня очень много злиться, мы будем с тобой ругаться. Я говорю, поверь мне, говорю, если я сказал, я этого не сделаю. И ни разу я ему не сделал по этому поводу замечаний, он мне тоже. Но дома-то ты, не знаю, срывался на девушку, бил по подушке, по стене? Бить я бить, никого не бил. Но бывало, там, ну, после игр расстраивался. То есть мог просто в комнате один посидеть, подумать, что не так. Ну, как бы, нет, такого я не загонялся, честно. Мне, как бы, благодарен своей семье и всем своим близким, то, что вот в такой сложный период все были рядом. То есть, ну, кто-то отошел в сторону. По, если жизненным ситуациям брать, то некоторые выводы я сделал. По некоторым людям. То есть кто-то тебе прям потерял к тебе интересы? Именно так, да. И такое есть. Есть даже и с друзей. Ну, мне кажется, ты стал сильнее, да, ментально? Да я и был не слабый, если честно. Сильнее не значит, что с нуля, да? Но можно сказать, да. Как каждый урок какой-то в жизни, он дает определенный опыт. Но вот и у меня такая ситуация сложилась. У тебя было внутреннее переосмысление своего лидерского статуса в команде? Потому что одно дело на поле вырывать мячи и потом в раздевалке высказывать. Ну, вот ты имеешь право, ты вот играешь. А другое дело, ты не играешь, и ты приходишь, и тебе такие, ну, типа, чувак, ну. Да нет, в этом плане, как бы, я старался, когда был травмирован, не лезть. Я вот там, ну, со многими ребятами разговаривал. Там после игры мы можем сесть на базе столов и рассуждать. Я говорю, ну, вот, определенный я бы вот за этот момент, я бы очень сильно накричал на человека. А так как я сейчас не играю, я не могу этого сделать. И, ну, как бы, ну, будет даже с моей стороны неправильно прийти там, сказать, слушай, ты что там не добежал? Он так посмотрит на меня и скажет, слушай, ты одноногий, давай, иди отсюда. Ну, я так образно говорю. Такого я не позволялся, чтобы подойти к кому-то. Почему не позволял? Так же должно быть. Ну, потому что, наверное, вот у меня такое, то, что когда я не играю, я не могу ничего делать. В этом плане. А когда я на футбольном поле, и за это я спрошу и выскажу свое мнение, и могу поругаться. Ну, сейчас ты на футбольном поле тоже не до конца полноценная. И когда у ребят двусторонка, и ты делаешь круг, за один круг в среднем ты с тремя пошутишь, пятерым напихаешь в среднем. Ну, то есть ты включен. Ты не думаешь, что ты должен был как-то сразу, ну, увереннее заходить и все равно объяснять, все равно. Ну, то, что ты не играешь, твой статус лидерский никак не пропадать от этого не должен. Ну, как я старался поддерживать ребят в плане, там, даже своим присутствием, там, с кем-то поговорить, кого-то настроить, там. То есть такие моменты были с ребятами помоложе, которые я разговаривал. Как бы, ну, я не отходил на второй план от команды, я всегда был с ней. То есть, когда время позволяло, я мог, я всегда присутствовал с командой. Я почему спрашиваю? Потому что понятно всем, что ты один из стержневых игроков. Марка все время говорит «бандит, бандит» и говорит, что жалко Диме. Нет, каждый раз, когда Марка говорит «бандит», он упоминает тебя. Ты думал о том, что будь ты на поле, вот этих поражений, включающих, когда мы пять мячей пропускали, их бы не было? Вполне. Ну, конечно, я думал об этом. И как бы было неприятно такие игры проигрывать. То же самое взять, даже последнюю Химком, да. Первый тайм. Вообще идеально все. Второй план, во втором тайме все ломается. То есть, ну, не нашелся такой игрок, который, когда там 2-1 при 2-1 счете вели, подбодрил бы, завел бы, знаешь, как-то каким-то своим действием показал, что, ребят, еще ничего не окончено, надо играть. Но вот такого не было. Сложнее было смотреть на матчи победные? Не знаю, ЦСКА обыграли, круто в Лиге чемпионов играли. Ну, и жалко, обидно, что ты не участвуешь, не играешь против Баварии, да? Или хуже было смотреть вот на это 0-5, такое бессилие, и ты ничего не можешь делать. От чего больнее? Где сердце щебет? От поражений. От побед всегда радовался. Всегда. И потому что знал, что приеду на следующий день на базу, и будет вся команда, и будут все ходить улыбаться и друг с другом разговаривать. А когда проигрываешь, немного первые дни надо приходить в себя и... адаптироваться перед болельщиками, тем более вот за такие поражения. после 5-0, когда ты говоришь. Ты сделал какие-то выводы? У тебя была возможность где-то посмотреть со стороны, где-то хладнокровно, оценить команду на поле, не знаю, с точки зрения какой-то поведения, реакции, не знаю, со стороны? Ты какие-то для себя выводы сделал, что-то отметил? Да нет, как бы, знаешь, я акцент ни на чем не ставил, как бы. А ну вот, единственное, когда я смотрел игры и понимал, ну, там, по своей позиции, да, образно, здесь я бы сыграл так, а вот он там сыграл так. То есть, ну, такое видение, оно футбольное. Давайте посмотрим, кто из нас техничный. Камеру все снимает. Самый табор! Ха-ха-ха-ха! Самый твой памятный момент за период реабилитации? Вообще, как ты делишь? Не знаю, первое хорошо, травма, дальше операция. Вот дальше есть у тебя какие-то такие чекпоинты? Да, тренажерный зал. То есть, ну, просто... Все, больше у меня ничего нет. Я тебе объясню. Вот мы сейчас пишем интервью на сборах. У нас 28-й день. Я схожу с ума, честно. У меня какой-то день сурка. И вроде окружающие лица, любимые, я уже терпеть их не могу. Ну, тяжело. У меня есть такое. И все срываются, да? Есть такое. У меня два дня назад, когда я почувствовал, что у меня передний заболел, наверное, в тот момент я хотел физио Иванова просто втащить просто как следует. Ну, такое есть уже. Это много, честно. Да, но я говорю, а ты расскажешь о периоде, когда ты каждый день крутишь педали. Я бы выбросил этот велосипед, не знаю, наверное, ну, зная твой характер. Да, ну, понимаешь, я для себя поставил такую цель, то, что ни от тебя, ни от него, ни от главного тренера, ни от игроков, которые тебя поддерживают, это не от них зависит, как ты быстрее восстановишься и в каких-то кондициях подойдешь. От тебя. Именно от тебя. Вот от себя я и отталкивался. Я понимал, что мне это надо. И мне это надо делать. И не один раз, а два там. Двадцать раз надо делать, надо двадцать два сделать. Я для себя понимал, и поэтому... Страшно было? В плане. Ну, просто что-то делаешь, какое-то упражнение, ты не знаешь, поможет ли оно тебе. Ты вроде доверяешь, но не знаешь, как поведет себя колено. Не было страшно. Даже когда первая тренировка на поле вышел с мячом, не было. Сейчас квадраты играю. Не было. Не боюсь ничего. Я немного переживал в плане того, как я подойду психологически к этому. Буду я ли подвигать и бояться, ногу выставить или еще что-то. А нет, с первой же тренировки, с мячом, я понял, что с головой все в порядке. А ты чувствуешь какую-то потерю игровой кондиции? Ну, чувствую. Ну, вот на сколько это? Физически. Я думаю, то, что мне бы вот еще, если месяц на сбор в Испании провести, я был бы в идеальном состоянии. То есть это именно физика? Физически. Не футбольное мышление? В футбольном плане, то есть и сейчас даже вот на тренировках я в квадраты играю, там, футбол даже сегодня. Вот сегодня первую тренировку в футбол игру. Супер. Ну, как бы я для себя. Там Вячеславович может подойти и сказать, а там 3-4 ошибки было. Я говорю, ну, это нормально. Ты не боишься психологически перегореть? То есть ты настолько, ну, это желание, такое страсть, ты прям спишь и видишь. Ну, были у тебя в твоей карьере матчи, когда ты, вот он дебют, и ты как-то перенервничаешь, не знаю. Ну, да, когда молодой был, было такое. Первый матч, даже когда я дебютировал с Черевченко, я вышел там, с Рубином мы играли. Послушай, я вообще не слышал, что мне на поле говорят, как подсказывают. Болельщики орут, что-то я выбью, где я нахожусь? Ну, я не боюсь. Я, если честно, не боюсь, как бы, и, ну, ты, и вы, наверное, там правильно подметили, что, ну, как бы, то есть я, сейчас я начал больше продумывать, обдумывать в плане с этой травмой, то есть ты говоришь, раньше ты мог лететь, там, и это. А сейчас, как бы, в такой вот именно, вот сейчас такой период, то есть я сейчас подумаю, сделать ли это или нет. То есть, ну, вот в этом плане я, как бы, начал больше думать. Но сделать что? Сделать какой-то подкат? Ну, нет. Когда тебя подпускают к тренировкам только, и ты летишь, там сломя голову, то есть, вот у меня первые тренировки были вот так вот, передние заболевания, болел. Потом постепенно, постепенно я начал спокойно, там, один день поворотом не побил, и, как бы, уже все, нога супер. Ну, медицинский штаб говорит, что, в принципе, ты готов, да? Да. Тренерский штаб, ну, за исключением, там, каких-то кондиций, тоже. Я правильно понимаю, что после таких травм основная идея возвращения, что вот он должен стояться, это в голове, когда ты скажешь, все, я готов, я вышел. Во всяком случае, мне так многие говорили. Вот на твоем примере это звучит странно, потому что, мне кажется, ты готов искать костылем, вы типа. Ты готов, вот действительно, адекватно оценить свою готовность? Честно, вот после сегодняшней тренировки, ну, не дам, можете это не записывать, я лежал в обед и думал, что завтра я тренируюсь, если меня ничего не беспокоит, я подхожу к Марка и говорю, что меня поставили на 15 минут в матч на следующий день. Я готов психологически, серьезно готов. То есть, ну, нет у меня такого, что я боюсь, там, подпрыгну, где-то не так приземлиться, там, еще что-то, такого нет. Если это будет страх, я могу с футболом заканчивать. Каким ты видишь себя футболистом по возвращению? Ну, вот ты говоришь, что, например, со стороны следил за перемещениями конкурентов, да, и партнеров, и других команд. Ты каким, что ты, может быть, для себя в голове изменил? Ну, послушай, сейчас, во-первых, это новая тактика, и я могу играть там на двух позициях, центрально. Трех? Ну, трех из центрального, один ниже, который защитит. и выше, левее правее. Восьмерка, которая, да. То есть, ну, как бы, я не вижу никаких проблем с этим, и тактика очень показывает результат. Классно. Каким я себя вижу, ну, сильнее, чем я был во всех компонентах. Почему? Ты не работал с мячом, не тренировался полгода, ну, так, полноценно. Ну, цель у меня такая, и я думаю, то, что в ближайшее время я ее достиг. Ты сказал о тактике, ты же посещаешь, да, теоретические занятия, несмотря на то, что не играешь? Да. То есть, ты уже все понимаешь, тебе не нужно будет потом разжевывать дополнительные? У меня тренер подходил уже три раза, спрашивал, ты понимаешь, ты понимаешь, я говорю, я все прекрасно понимаю. Ты чувствуешь, как сильно в себя верят, насколько рассчитывают? Да. Каждый тренер, который здесь находящийся, и, ну, как все игроки, все поддерживают, и, ну, есть такой контингент людей, которые говорят, баррин, не спеши, не торопись. То есть, говорит, где-то, говорит, надо выдержать паузу, говорит, чтобы не навредить, а кто-то, наоборот, говорит, все, ты уже можешь, ты готов. Ну, ты очевидно относишься ко вторым. Да. Ну, я сам чувствую, готов я или нет. Но, если меня что-то будет тревожить, зачем я буду лишний раз там. Это травма, это не какой-то там подвернул, или на стоп сломал палец еще, да, образ, сказать, это колен. С которым тебе придется всю жизнь сталкиваться. И поэтому надо сделать так, чтобы тебя ничего не беспокоило, и ты мог спокойно заниматься своим любимым делом. Алиса Кович в интервью, как раз сидит на этом месте, сказал, что он больше всего ждет именно твое возвращение на поле, он хочет с тобой сыграть. Хотя он с тобой не играл толком, да? Ну, да. Но он говорит, я прям хочу. Как это вы, футболиста, ощущаете? Ну, не знаю, может, ему стиль игры нравится. Ну, не знаю, я у него как бы не спрашивал, завтра спрошу про это. Почему он хочет со мной сыграть? И в одной команде, или в разных? Мне кажется, вы похожи. да, я не знаю. разные позиции, но именно какая-то такая агрессия, спортивная нацеленность до конца. Мне кажется, вот он говорит больше не о футбольниках составляющих, а именно, что можно как раз все закрутить, завертеть на поле. Да нет, мы в футбольном плане, мы разные. То есть, ну, я ни разу там не замечал за ним такого какого-то агрессивного футбола. Ну, то есть, не считаешь, что он агрессивный, активный идет в прессинг? Он активный, но не агрессивный. А ты? Я активный, я агрессивный. Ну, а че? Да ничего, мне твой взгляд застопорил. Когда задавал тебе вопрос о том, кто тебя больше всего удивил каким-то отдельным проявлением поддержки, я думал, ты скажешь про сборную, про Станислава Саламыча. Насколько я знаю, что когда, буквально только после операции, ты еще был на Костылях, тебя позвали на фотосессию, он лично тебя позвал, чтобы показать, что ты часть команды. Ну, конечно, это приятно. Я уже в интервью где-то говорил об этом. И да, я как-то ехал на базу, на тренировку. Мне говорят, Барри, типа, а в тот момент как раз собралась сборная в Новогорске. Мне говорят, типа, завтра тебе надо приехать в Новогорск там в десяти часам. Я говорю, а какой смысл? Типа, я же не могу ничего делать. Они говорят, возьми с собой бутсы, и будет фотосессия, надо командное фото сделать. Мне было очень приятно. Ну, если говорить за Саламыча, то он и помимо фотосессии там, он мне зазвонил там, поддерживал, ну, как бы держал в тонусе таком. и взять юмор вот этот вот. Сказал, что меня на женский футбол пригласили, там, когда я, Коваленко была. То есть, ну, как бы он и пошутить, и взбодрить. Ну, приятно. ты прям, на самом деле, мне кажется, неожиданно для самого себя, прям вот настолько купался в любви, будучи вне поля, нет? Что прям, ну, со стороны казалось, что Дима главный объект, хотя человек не играет. Чтобы это понять, с этим надо столкнуться, понимаешь? То есть, и когда я вижу команду всех ребят, ну, мне хочется быть рядом, там, ну, когда ты этого не можешь делать, как бы, и занимаешься только в тренажерном зале, немного по-другому. Ну, ты говоришь, здесь, везде, говорит, я там, 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 там. Ты даже Сухину заставляешь так убулу играть. Ну, потому что, ну, может быть, в какой-то момент не хватает нагрузки, там, или еще что-то. Или бывает такое, вот, вчера была нагрузка, сегодня такой более восстановительный день, а мне, наоборот, хочется, хочется, но мне нельзя. То есть, ну, такие вот моменты. Я пытаюсь. Что ты хочешь дать команде, в первую очередь? В первую очередь, командную игру хочу дать. Во вторую очередь, вернуться в Еврокубки. Будет два пожелания у меня только. Командная игра и вернуться в Еврокубки. В этом сезоне по силам? Да. Насколько высоко планируешь? Ты же не мог об этом не думать. Ну, если я тебе скажу, что будет идеально пятое место, тогда можно и не играть вторую часть чемпионата. Будем бороться, а там время покажет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, с моими надоедливыми вопросами мы и покончили. Но мы объявляли сбор вопросов именно от болельщиков. И сейчас в формате БЛИЦ вопросов было много. Многие эти вопросы мы объединяли, то, где тема пересекалась. Как говорит Юра Дудь, вопрос короткий, отвечать не обязательно коротко. Ну вот так, в формате БЛИЦ я тебе сейчас все эти вопросы озвучу. Хотел бы стать капитаном? Конечно. Локомотивом? Да. Чаще всего перед выходом на поле о чем ты думаешь? Точнее, думал раньше и о чем, наверное, подумаешь сейчас? Только о игре думаю. И раньше, и сейчас. Какой матч-залог запомнился тебе больше всего? Байер. И гол, видимо, да. Какой прожаркий стейк любит Дима? Без крови. Что думаешь о своих партнерах и конкурентах? Куликов. Хороший футболист, хороший парень, но я лучше. Крыховик? Крыха хороший футболист, хороший человек, очень много орет. А вот эта фраза «но я лучше»? Посмотрим. Макеев? Мага мне нравится. как футболист в плане футбольных вещей, как человек тоже. Но я считаю, что центральный полузащитник не его позиция. Защитник центрального. Мое видение. Ты ему говорил об этом. Знает вы твою прямоту, наверняка. Ну, конечно. Мухин. Честно, вот эти сборы как бы Муха вообще здорово выглядит. то есть нет такого, что где-то выпадает. Ну, посмотрим. Молодой время покажет. Ну, и я еще не вернулся. Вот, болельщик в вопросе не упомянул молодых Титкова и Петухова. Мне кажется, ребята тоже здорово себя проявляют. Титков вообще по-моему твой вообще фаворит. Ну, я его знаю, просто маленьким достал еще в Сатурне его. Ну, и Петухов. Ну, хорошая молодежь у нас. Главное, чтобы они дальше работали и развивались. Ну, и Игнатьев, твой новый конкурент. Кто? Игнатьев. Влад? Да, он же играет на твоей позиции. А, ну, он старый. Зачем вы меня сравнить со старичком? Ты не уважаешь старичка? Да, я шучу, Влад вообще топовый футболист. Чемпионы других стран смотришь? Да. Какой? Английский, испанский, итальянский и германский. Почему у тебя немецкий только на четвертом месте? Я помню, ты именно туда хотел. Ну, это я просто так по порядку сказал. А, ну, хотел ты и хочешь по-прежнему туда. Через пять лет где ты себя видишь? Не буду загадывать, но где-нибудь в Европе. Бороться... Это цель. Цель. Она была, и она остается. Бороться за золото в России или играть, ну, написано в условном Эвертоне, да? Я читал это. Играть в Эвертоне. Почему? Ну, потому что здесь я уже становился чемпионом. Что для тебя значит татуировки? Каждая отдельная татуировка, она что-то несет для меня. Первую татуировку, могу про первую татуировку только рассказать. Когда я сломал ключицу, я сделал крест себе на ключе. Все, про другие не буду рассказывать. Лично? Да. Команда мечты. Если ты не хочешь прямо сейчас сходу называть один с фамилией, можешь хотя бы вот нескольких, кто приходит в голову, с кем ты уже играл. Одиннадцать игроков надо называть. Ну, это вот в идеале команда мечты. Можно, не знаю, можно сказать там три любимых партнера Эвер, пять. Миранчук, Смолов, Ван Дейк, Нойер на воротах, и Рефат с Федей в два нападающих. А Миранчук-то какой? Два. Первый Леша десятка. Антон восьмерк и опорник. Бедный Ван Дейк. А в центре я еще возьму себе какого-нибудь Тиаго из Баварии. Ливерпуля. О, да, да, да. С пасеком. Да, да, да. Что бы ты сказал Ибрагимовичу, если бы он жестко пошел против тебя, а потом бы пошел на тебя бычить? Ничего, тоже пообычил бы на нем. Предсказуемо. Что твое любимое блюдо? Люблю картошку жаренную, как готовит маму. Есть ли у вас чат командный, ватсапе, например? Есть. Насколько он активен или там есть какие-то шутки, приколы или больше такого административного характера? Честно, раньше была вообще группа супертоп активная. Сейчас нет, сейчас только какие-то важные дела. То есть собрание, там, еще что-то. так сейчас без всяких видюшек, без всяких приколов. Ну а кто задает тонус? Дим Тарасов. Ну раньше, да. Дим Тарасов, да. Раньше вот он задавал тонус. Саба Кверквеля с видосами тоже. А ты планируешь это дать команде? Честно, ну я как бы не любитель этих приколов. Какие-то смотрите, все вон вон Ну какая-то слишком серьезная команда. Чурлак серьезный ходит, Крихолик серьезный или орет, как сказал. Ну, мы серьезная команда. А что, ты считаешь нас не серьезны? Так я говорю слишком серьезные. Иногда не нужно как-то перезарядиться? Ну каждый по-своему. Это не обязательно же скидывать там в группу смешную видюшку, когда ты можешь ее сам посмотреть и поднять себе настроение. А он будет идти не улыбаться тебе, а ты иди улыбайся, потому что у тебя хороший настроение. Но это не вопрос тембилдинга? Да нет. О чем ты мечтаешь в первую очередь после возвращения на поле? Отобрать мяч у Бариса? Просто сделать пас ради паса с партнером в официальной игре. Вот мне вот этого сейчас не хватает. О чем ты мечтал в детстве? Конечно, стать футболистом круто. Что ты посоветуешь с точки зрения мышления? Что нужно иметь в голове? Какому-нибудь простому пацану-футболисту из глубинки? Что он должен делать? Да. Как мне опускать рук? Тренироваться много. Как бы, наверное, все. у всех футболистов спросишь, что надо сказать парню, который начал тренироваться, играть в футбол. Много тренироваться. А секрета нет? Нет. Почему номер 6? Честно, не задумывался. Просто согласно позиции? Ну, как бы, да. И в дубле был 36-й, потом 6-й освободился, я уже как бы был в основе. И думаю, ну, поменяю. Ну, просто стал 6-ым. Кто самый сильный потенциально спарринг-партнер в команде? Вот у тебя Z-отник, хорошая стычка намечалась. Ну, я не знаю, не могу сказать. Ну, ты имеешь угол в паринг, спартнер, там, бокс, там, что-то. да, да. Твоей смелости хватило бы и на Z пойти, да? Ну, конечно. Если бы мы в перчатках были бы, почему нет? Ну, там бы я, надавал бы чуть-чуть. И последний вопрос. Как ты создаешь настроение? Есть у тебя какой-то прием, какая-то медитация, о чем-то подумать? Много раз в день бывают перепады с настроением. Бывает, что сейчас все супер, и через полчаса у меня все говно. Ты не научился переключаться обратно? Нет, и как бы это только замечает семья моя. Она прям, ну, мама вообще чувствует это. Допустим, я с ней могу утром по телефону поговорить, поулыбаться, там, у мамы все супер. Вечером она скажет, что случилось? Я говорю, да ничего, нормально. Как бы я пытался разговаривать как утром, а по лицу она поняла, что что-то случилось. То есть, ну, нет. Мама продолжает переживать или уже махнула рукой на твои перебороны? Переживает. И говорит, не торопись, не торопись. Вот буквально сегодня, сейчас вот, перед интервью я ей сказал, что маме ничего не беспокоит. Она сказала, слава богу, аккуратнее. Ты мне сказал, что переключаться все равно особо не умеешь, но все равно, вот мы сейчас сидим, смеемся, даже такая, что-то серьезно расскажешь, я вижу в твоих глазах улыбку. На поле, ну, как мы уже выше обсудили, даже Ибрагимович бы увидел бы всю твою злость и агрессию. Как ты питаешься вот какой-то, не знаю, ну, уверенностью, любовью, она же все равно от кого-то изначально к тебе приходит? Да, она и на футбольном поле есть. Ну, образно сказать, ты выигрываешь 3-0, то есть, ну, ты концентрацию держишь, да, но ты понимаешь, что в каком-то моменте можно действовать по-другому, допустим, стычка какая-то, не бежать там, образно говорить, слушай, ты что делаешь, ты зачем там сзади бьешь, но подойти спокойно, объяснить. Ну, понятное дело, если счет там 1-1, 1-0, то есть, и накал страстей, он другой совсем. Вот в этом плане и есть переключение в плане футбола, а в жизненном, да и в жизненном он тоже, ну, я тебе уже сказал, настроение, оно может меняться, менять, честно скажу, раз в 6-7 точно за день. Утром просыпаешься, как бы все супер, классно, идешь, позавтракал, поехал в зал, все в зале супер, чуть где-то дискомфорт, почувствовал, все, до свидания, со мной можно не разговаривать. Ну, как бы, ну, вот так, это от ситуации разных зависит. Пока мы не попали на очередной перепад настроения Дмитрия Баринова, и сидим с улыбкой настроением. Друзья, спасибо большое за вопросы, которые вы присылали. Понятно, что озвучить все прям было невозможно, большинство постарались охватить. Но что вам, моя благодарность, сейчас вас поблагодарит Дима и будет смотреть во вторую камеру напротив. Благодарю вас, дорогие болельщики, было приятно слышать от вас вопрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова